Привет, я Дмитрий Рыгачев. Эту прогулку с последующими схемами я заготовил еще в прошлом году, но хорошо, что не опубликовал. Новые картинки перспективного развития немного изменили представление о ветке, так что сейчас я просто еду от Павшина в сторону Красногорской и снимаю пути слева по ходу движения. Прошу вас обратить внимание на этот путь, сразу после которого пешеходный переход. В этом месте начнется наша сегодняшняя прогулка и рассказ о странных перспективах 21-го диаметра. Так на странных перспективных картах обозначалась эта ветка. Для ориентира я показываю вам два главных пути рижского направления, они находятся слева, а ровно по центру кадра вы видите высотки. Это жилой комплекс Тетрис, расположенный вблизи железнодорожной станции Павшина. Справа проходит один из путей станции Павшина, подъездной, и вы видите, что здесь прекрасный накат, значит путь регулярно используется. Не исключено, что в этом видео мы с вами увидим какой-нибудь из поездов, подвозящих грузовые вагоны на одно из предприятий. А я пока предлагаю вам посмотреть на нашу ветку на карте. Вы видите станцию Павшина и основные пути, уходящие налево на Красногорскую. Это путь в сторону Нахабина. А наш путь, вполне приличным кустом, уходит на юг, в сторону Новорижского и Ильинского шоссе. И первое, что мы замечаем на этом подъездном пути, пешеходный переход. Заасфальтированный, но убитый именно на подъездном пути, и вполне приличный через два главных пути. И как вы можете увидеть, здесь идет наклон, пешеходный переход расположен на уровне земли, а здесь прям так и напрашивается. Аккуратный, плавный проход под путями. Впрочем, такое, к сожалению, в Московском регионе делают очень редко. Конечно, я не могу назвать этот путь идеальным, но по сравнению с некоторыми другими линиями, где ходят пассажирские поезда в России, здесь все очень даже хорошо. И обратите внимание, здесь даже нормальные стыки. А вообще, по первым впечатлениям, эта ветка выглядит как будто бы максимально сконцентрированной. И гаражи есть, и линии электропередач есть, и даже есть водоем небольшой на речке Курица. Ну, по сути, я бы назвал это обычным болотом. А ведь мы только отходим от путей рижского направления. Вот они, совсем рядом. Любопытно идти по путям с хорошим накатом и видеть под ногами не шпалы, а асфальтовую крошку, которая явно была уложена не один и не два года назад. И она в очень даже неплохом состоянии. А в тех местах, где дождем размывается, люди уже давным-давно протоптали все вокруг этого пути. Он явно используется огромным количеством людей. И даже навстречу я уже не первый раз вижу кого-то. Как вы поняли по картам, сам этот подъездной путь очень короткий. Поэтому неудивительно, что я впереди уже вижу путевое развитие, а сзади до сих пор слышу поезда МЦД. Подходим к первой стрелке и видим, что путь здесь идет прямо, но саму стрелку вполне возможно перевести. До стрелки шпалы были бетонные, дальше деревянные. И видно, что используются оба пути, но путь прямо используется гораздо активнее, чем путь налево. Уходящий от нас путь идет на территорию МОЗ Обл Инжстроя и дальше к складам. Но я как всегда скажу, что там сейчас на самом деле, знают только местные. Не исключаю, что какие-нибудь еще компании арендуют помещения. Первый переезд на нашем пути совсем маленький, между промзоной и частным сектором. Не сказать, чтобы он был какой-то особенный, но тут и табличка с указателем тоже есть. А дальше путевое развитие еще более богатое. Сначала за переездом идет стрелка направо. Этот путь поднимается наверх к полиграфическому комбинату. Не знаю, насколько активно он используется, но в самом начале все неплохо. А сразу за этой стрелкой идет небольшой разъезд. По кадрам кажется, что он не используется. В первое время мне тоже так казалось, однако он в хорошем состоянии. Наверное из-за своей небольшой длины заезжает сюда что-нибудь очень редко. Скорее он подходит под тепловоз, который приехал за другими вагонами и пропускает другого выезжающего, а потом едет дальше. И снова мы не успеваем даже просто прогуляться, а тут еще одна стрелка. И вот на этот раз, на второй путь. Для желающих сравнить, посмотрите на этот путь на ответвление, здесь он полностью зарос. Местами его даже не видно, не используется совсем. Мы с вами подходим к эстакаде Новорижского шоссе. Здесь два пути проходят ровно между опорами. И видно, что справа при желании можно провести дополнительные третий, четвертый или сколько там еще нужно путей. Либо проложить какую-либо автодорогу. Вот здесь, ровно под эстакадой, прекрасно видно, что опоры меняют свое направление, если так правильно говорить, и подстраиваются ровно под пути и под что-то еще. И здесь же отлично видно, что соседний путь проржавел, а на нашем главном пути все равно очень хороший накат. Сразу за эстакадой Новорижского шоссе пути поворачивают еще немного налево, а справа за кустами вы уже можете видеть большую коробку гипермаркета Глобус. И чуть дальше, отсюда пока еще не видно, следующий гипермаркет Леруа Мерлен. Вы уже это видите? А я вижу. Впереди на моем пути маневровый тепловоз, а справа на том пути, который я думал, что сейчас не используется, стоят полувагоны. Возможно, это будет очень неожиданным заявлением, но это официальный факт. Я нахожусь в Москве. Я точно не знаю, где конкретно здесь проходит граница Москвы. Возможно, эти пути находятся на территории Московской области, но управляются российскими железными дорогами. А вот эти кусты, например, которые вы сейчас видите рядом со мной, как раз находятся в Москве. Но гипермаркеты точно московские. И именно здесь будет расположена конечная рублевая архангельская линия под названием Ильинская. И предполагается по ее расположению, что выходы будут и к одному шоссе, Новорижскому, который мы с вами прошли, и к другому, Ильинскому, до которого еще не дошли. Любопытно в этом месте слышать огромное количество птиц, но по записи очень похоже, что это звуковое объявление как раз для того, чтобы этих птиц разгонять. Что-то подобное я слышал в аэропортах. А на этом поле через 5-7, а может быть 10 лет будет построена станция метро. И здесь вы, жители запада Московской области, если вы у меня есть, отпишитесь в комментариях, будете пересаживаться с метро на автобусы. Кстати, я совсем не удивлюсь, если в перспективе при развитии дорожной сети в этом месте то самое пространство под путепроводом, о котором я вам говорил, будет использоваться для выезда общественного транспорта от новой конечной устанции метро в сторону запада. Периодически у меня создается ощущение, что я иду не от главных путей по какому-то подъездному, а наоборот по какому-то подъездному в сторону города. Народу становится все больше, вокруг становится все шумнее, постоянно ведется какая-то активность. Как вы видите, здесь всего два пути, и на том, который мы видели неиспользуемым, стоят вагоны. Странная ситуация. Получается, вагоны с территории в конце пути вытягивают на этот путь, но дальше путь не используется совсем. Некий аналог вытяжного тупика сами себе сделали. Окей, пусть будет так. Маневровый на нашем пути местный житель, постоянный трудяга этой станции, ЧМЭ-3-6004, 1987 года. Родом из Чехии. Он стоит на переезде. Это, видимо, один из выездов торговых центров, который, скорее всего, запасной, на крайний случай, в отличном состоянии. А впереди два наших пути продолжаются. По обоим путям красный, и нам с вами тоже красный, потому что в этом месте пешеходного перехода нет, а Ильинское шоссе я перебегать не хочу. Здесь же вы видите будку переезда, шлагбаум поднятый, а я пойду на переход. Здесь, за переездом, вы видите большое путевое развитие. Налево пути уходят на полиграфический комбинат. Еще один путь налево куда-то туда же, возможно, на ту же территорию. Сейчас он не очень хорошо виден, вы его увидите по картам. А вагоны направо, и все пути направо идут к управлению строительством при администрации президента Российской Федерации. Но туда я никому не рекомендую соваться, потому что, я думаю, камер там больше, чем людей. И я очень надеюсь, что карты, которые я посмотрел в интернете, не врут, и здесь есть проход налево между управлением и полиграфкомбинатом. Здесь на путевом развитии есть и вагоны, и местный снегоочиститель, и здесь же новый путь должен занять место какого-то из старых. Либо при полной переделке стать каким-нибудь новым, но не мешая всему остальному. Пока я хожу и осматриваюсь, покажу вам картинку, как должна проходить рублевая хангельская линия метро в этом месте. Здесь оно проблемное. Территории РЖД Москвы и Московской области перемешаны друг с другом. В любом случае столица должна будет как-то решить областной земельный вопрос. Пройти полностью под территорией РЖД не получится. А дальше осенью все казалось немного другим. Есть стопроцентное понимание, что от путевого развития избавляться никто и не позволит. Для нас, людей со стороны, пути здесь заканчиваются. Если вы думаете, что железнодорожные пути закончились и видео тоже заканчивается, вы глубоко ошибаетесь. Мы с вами идем дальше, туда, где по замыслу московского руководства должна быть конечная этой ветки 21 диаметра. К сожалению, здесь по карте проход есть, а в реальности прохода нет. И здесь работают автоматические ворота. Въезд и вход строго по пропускам. Мне придется идти в обход. Это, кстати, общая проблема, а не только здесь. К сожалению, все окрестносты железных дорог у нас всегда были промзоной и гаражами. И потом, все эти проходы, которые даже сейчас, до сих пор, в 2020 году, в сентябре, обозначаются как существующие, к сожалению, уже давно перекрыты гаражными комплексами, чтобы, видите ли, лишние люди не ходили. Ну, что уж поделаешь. Пока я иду в обход, у вас есть время нажать на лайк, подписаться на мой канал, потому что для продвижения на ютубе это очень важно, и написать какой-нибудь комментарий о сложившейся ситуации. А ситуация сложилась действительно очень любопытная. Пока я иду в обход, рассказываю. Этот объект уже в течение нескольких лет беспокоит и Москву, и область. Первая хочет построить конечную в упомянутом ранее месте, там же депо, ТПУ и все такое. Область же до сих пор мечтает о мифическом трамвае вокруг МКАДа по всем городам. И по мнению области, он тоже должен пройти здесь. Я прошел и по дороге местного садового товарищества, и прогулялся по грязи среди участков, и вышел к недострою в Архангельском, и даже поснимал московское поле посреди Подмосковья, и оказалось, что все это зря. Во время расширения территории Москвы граница прошла настолько криво, что мне проще пригласить вас на карту. Итак, вот вы видите местность. Граница Москвы и области это не мое дрожание руки, а реальность. Рисую и обвожу я криво, но в принципе вы понимаете, что к чему. Область слева, столица справа. Рублевая Архангельская линия метро пройдет примерно так. Эта трасса очень примерная, так что не думайте, что она 100% правильная. А вот дальше любопытно. Благодаря такой границе города и по слухам из сети, среди нескольких вариантов железной дороги был вот такой. Он вроде бы был самым основным, когда-то. Выглядит странно, но используется московский участок на конечной, и это еще можно постараться объяснить. На севере новой застройки людей подвозят к метро, на юге к железной дороге. Окей. Плюс можно рассказать об удобстве прогулки до усадьбы Архангельская. Выглядит как притягивание за уши, но пусть так. Еще и областной фантастический трамвай можно всунуть примерно как-то так. Но теперь все убираем и делаем вот такую линию. Конец. И подтверждается это схемами дорожного развития. Такой вариант уже был раньше, но если в другом еще можно было что-то как-то натянуть и объяснить, то здесь железная дорога с маленьким пассажиропотоком и редкими интервалами рядом с метро. Угадайте, кто выиграет. Продление в таком виде не просто глупо, оно бредовое. И тут уже второй вопрос. Если, допустим, отказаться от этой станции, то зачем тогда и прошлая станция у торговых центров? Предполагается, что жители Красногорска со станции Павшина поедут в обратном направлении на редкой электричке раз в полчаса в лучшем случае, чтобы потом пересесть на метро? Они что, дураки? Они быстрее на Волкаламскую и Тушинскую доедут, а то и дальше. И еще. Если уж мы говорим про МЦД, надо упомянуть о отсутствии перспективной развязки в том же Павшино. То есть электричка из центра, следующая по самому северному пути, должна пересекать все четыре главных ради маленького пассажира потока и нарушать движение всех остальных поездов? Мой вывод, все это бессмысленно. Если там есть у кого-то лишние деньги и лишние руки, отправьте их, пожалуйста, на другие объекты МЦД. Там оно нужнее. И это я еще не упоминал про выселение дачников. Они тоже вряд ли будут рады. А я рад, что вы посмотрели это видео. Спасибо вам всем за внимание и до новых встреч.